всем привет зебраж 2019 и вот еще одна темка нашел картинку по зебраж в пинтересте сейчас вам покажу вот такая шнуровка и вот загорелся думаю как это все дело можно самому сделать погнали разбираться кому интересно так вот зебраж и погнали разбираться так для этого нам понадобится цилиндр мы его так вот вытягиваем edit make polymesh пока не жмем и не целая и уменьшаем дивайды вот что-то в таком духе можно сделать поле включаем и уменьшаем в дивайды вот так вот вот где-то так сколько поставить так ну где-то наверное побольше 7 так вот такая штукенция получилось теперь make polymesh теперь жмем control и вот так все это дело маскируем control w и не смаскируем вот так вот назначаем control w вот разные полигруппы так вот это уже у нас получилось так следом что делаем смотрим тут нормально чтобы полигонов много не было и теперь заходим в браш и нажимаем clear insert mesh жмем новая вот получилась кисть давайте посмотрим как она работает так теперь аппенд так не цилиндр аппенд куб вот этот предварительная ошибочный удалить окей переключаемся на куб оттянем вот так заходим в строк и смотрим так за зимаус нажимаем теперь курс курс мод уменьшаем шаг и посмотрим как она рисует ну в принципе пойдет жмем control z теперь уменьшим драф сайз вот так вот и попробуем что-нибудь нарисовать вот отсюда рисуем вот так что-то вот так что-то вот так и что-то вот так так толстовато чуть-чуть уменьшим вот так уже пойдет так следом жмем на мэш снимаем куру теперь все это дело нужно отделить жмем control w смотрим что да как можно нажать вот так control shift и потом вот так вот скрыть геометрии и скрыть так модифит опологи дел хидан вот так вот или можно все это дело разделять используя split group split или split two pairs вот эти вот настройки так теперь всему этому делаем дайна мэш так поле f можно отключить делаем геометрии дайна мэш скрыт смотрим что да как уменьшить можно резолюцию чтоб поменьше было полигонов wł ну и можно еще полис включить чтобы все это глади пла Так, вот такое что-то получилось, следом надо переключиться на Moff Topology, Draw Size побольше, и вот так всё это дело тут подкорректировать, вот что-то вот в таком духе. Следом заходим в Subtool, делаем всему этому делу дубликат, переключаемся на дубликат, переключаемся на Moff, и вот так всё это дело перекручиваем, вот таким вот образом. Ну и подставляем вот сюда вот, вот таким вот образом, вот так где-то, потом чуть-чуть стыкуем, вот таким вот делом, немножко можно ещё отвести даже, ну и немножко подкрутить, вот так. Всё, теперь это дело компонуем, моделируем, вот так всё это дело, так отделяем, шнурок от шнурка, вот так, чтобы всё красиво было. Смотрим со всех ракурсов, вот так вот, так, подправим нижнюю часть вот эту, вот таким вот делом, ну и вот так, вот эту часть. Смотрим, вроде бы всё нормально, переключаемся на другой Subtool, так, и его немножко, наверное, вот сюда вот так уведём, вот так вот, и откорректируем тоже тут. Так, это дело чуть-чуть оттянем, вот так, а это дело чуть-чуть вот так вот приподнимем, и вот это дело тоже можно немножко приподнять. Так, смотрим, что да как, объединяем всё это дело, теперь жмём Ctrl, так, Ctrl D, Ctrl Z, делаем Merch Down, Merch Down, ОК, назначаем одну полигруппу, Ctrl W, и делаем Dynamersh, так, Ctrl Z, пардоньте, что-то пошло не в такт, так, геометрии, и немножко резолюцию прибавим, полишу берём, и вот так вот всё это дело скомпонуем. Смотрим, чуть-чуть выгладим кое-где, ну, в принципе, неплохо получается, теперь, Modified Appology Mirror and Well, вот так вот. Смотрим, что да как, так, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, делаем дубликат модели. Так, назначаем Ctrl W, другую полигруппу, вот таким вот образом. Теперь, Mod, так, что тут получается, Flour. И теперь всё это дело перекручиваем, вот так, смотрим, что тут получается, вот таким вот образом, и немножко подтягиваем вот сюда, вот так. Следом, вот сюда её компонуем к этой модельке, вот так. Ну, вроде всё прикольно. Так, отключаем поле F, и давайте теперь повторим компоновку, вот так всё это дело стыкуем. Здесь вот чуть-чуть, вот так, вот так вытягиваем, вот таким вот образом. И здесь немножко делаем посадочку, вот так. Так, вот эти концы чуть-чуть вот сюда выводим поближе. Ну, и попробуем теперь всё это дело объединить и уже вместе подкорректировать. Делаем Merchdown, окей. Теперь смотрим поле F, вот так всё получается, прикольно. Ну, и делаем, наверное, теперь Mirror and Well. Вот так вот. И немножко визуально поиграем вот с этими полигруппами. Вот эту сюда вытягиваем часть, так. Вот так, чтобы вроде как пересечение было. А эту вот так вот. И получается вроде бы разные нити. Вот так вот. Вот эту часть сюда, эту часть сюда, эту немножко увести, вот так. А эту чуть-чуть припадать. Вот так вот. Вот что-то такое получилось. Следом давайте заходим в Subtool и находим Append Ring 3D. Переключаемся на него, делаем ему Dynamesh. Так. Dynamesh. Теперь Size уменьшаем. Вот так поле F можно выключить. Всё вот так устанавливаем. И вот это дело всё перетаскиваем к модели. И ещё немножко можно уменьшить. Теперь всё это делаем в посадочку. Смотрим, где у нас симметрия. Всё нормально. Теперь вот это всё дело перетягиваем вот сюда. И вот так всё это дело перекручиваем. Ровненько. Вот так. И устанавливаем вот на это место. Смотрим, как установилось. Уменьшаем ещё размер. Вот так вот. И вот теперь переключаемся на Subtool. На наши шнурки. И вот так всё это дело тут компонуем. Так вот раз. Здесь чуть-чуть вот так его можно вытянуть. Вот так. Теперь Ring 3D. Можно немножко подкорректировать. И немножко его можно уменьшить. Вот так вот. Следом теперь делаем дубляж. Ctrl и опускаем вниз. Симметрично. И вот теперь нужно вот эту вот, опять же, модельку загнать именно в кольцо вот сюда. Вот так всё это дело тут происходит. Так, даже можно её наоборот сделать. Вот эту часть подать сюда. Вот так вот. А эту часть увести именно за кольцо. Вот так где-то получается. И вот так всё это дело компонуем. Чуть-чуть где-то приподнимаем, где-то корректируем, где-то вот так вот уводим. Ну, в принципе, получается вот что-то в этом духе. Надо чуть-чуть её потолще сделать, чтобы она именно как бы заполняла кольцо. И вот эту часть тоже. Вот так вот. Так, теперь вот это дело тоже здесь сделаем попышнее. Вот так, потому что потом дайномеш сделаем, она это всё заполнит. Вот так всё это делаем. Драг сайз побольше. И немножко вот так, чтобы покрасивее всё это дело было. Вот так всё это дело компонуем. Так. Делаем чуть-чуть потолще. Вот так вот. Ну, и теперь давайте сделаем Mirror and Well. Посмотрим, получится. Нет. Так. Ctrl Z. Делаем теперь кольца. Объединяем кольца теперь именно с моделью. Merge Down. Ок. И вот теперь делаем Ctrl W всему этому делу. Делаем теперь геометри Mirror and Well. Вот так вот. Так, теперь вот это делаем. Чуть-чуть одно уводим. Так, Ctrl Z, Ctrl Z. Добавляю всё. По полигруппам делаем тогда Mirror and Well. Ещё раз всё это дело поправляем. Вот так вот. Вот так. Вот уже прикольно. И вот теперь делаем Ctrl W. Одну полигруппу. И можно сделать, посмотреть, Dynamesh так, Ctrl Z. Так. Вот шнуровка получилась. Теперь делаем дубликат Move. Поднимаем всё это кверху. Вот так вот. Делаем Ctrl W, другую полигруппу. И вот что ещё можно сделать. Вот эту часть можно, так, пардоньте, вот эту часть, нижнюю, можно обрезать, Cream Rack. Так, это здесь есть всё. Вот так её где-то обрезаем. Можно ещё вот эти концы чуть-чуть пообрезать. Вот так. Делаем Ctrl W. И вот с помощью, опять же, Moft Apology всё это вот так вот компонуем вот здесь, вот так вот. Вот получается что-то в этом духе. Вот такая прикольная студенция. Так. Смотрим что-то как, чтобы не было тут больших казусов потом. Вот так вот. ну где-то в таком духе. Сейчас ещё надо тут немножко всё это дело подкорректировать, вот это замаскировать. вот эту часть тоже посмотреть что-то как, назначить Ctrl W, и то, что вот это выскочило, ненужное скрыть. Диплометрии Dell Hidden. Ну вот что-то в таком духе. Надо ещё тогда одну сделать вот так вот. Дубликат. И его немножко ещё поднять. Добавить. Вот так вот. Позначить ему Ctrl W другую полигруппу. Ну вот в принципе нормально. Можно потом ещё бантик добавить. И делаем вот такую штуку. Делаем Merge ОК. Merge Merge Down. ОК. И заходим в кисти и делаем так. Insert Clear Insert Mesh. Новая. Так. Смотрим. Добавляем Open. Добавляем Cube. Отключаем пока нашу кисть на Cube. переключаемся и делаем кубу наверное Dynamesh. Ну и попробуем как она рисует. Stroke Lazy Mouse Curve Curve Mode и вот так вот порисуем. Так. Poly F отключим. Вот такая прикольная шнуровка получается. можно вот сюда еще бантик добавить. И получается теперь Ctrl Z Ctrl Z делаем кисть побольше и попробуем ее снизу так протянуть. Вот она рисует. Все прикольно. Где-то еще можно ее доработать. Так. Ctrl Z кисть чуть поменьше. И вот так вот это все. Вы видите, что идет даже с изгибом, все прикольно. Надо так, вот она рисует в эту сторону. Если сверху ведете, рисует тут книзу. Книжу. Книжу.